...и иным людям. Например, это как можно сравнить с моделями телефонов или с моделями камер и так дальше. Камер-то много, но есть вот одна модель. Телефонов-то много, но по тем или иным параметрам мы выбираем... Я был в курсе, не изучал, но знаком с этим вопросом, зная, что нужно правильно проговаривать звуки, осознанно проговаривать. И зная, что звук взаимодействует с нашими ДНК. Здесь просто еще можно вернуться к смыслу. Вот это первое слово, оно такое длинное и страшное для многих людей покажется. Какое оно? Первое, первое вот. Сейчас чем-то буду отделять, чтобы... Сейчас, еще раз, сейчас. Первое слово мантра. Для многих людей оно кажется страшным. В каком смысле, что большое и не сочетаются? Ну да. Здесь идея, философская концепция этого слова – это проявление истинное речение через витки времени по воле Всевышнего для наполнения жизнетворящей энергией всего окружающего. Ух ты, здорово. Ну, если изучать буквицу, это станет вообще ясно. Освобождение методом очищения, методом направления высшей сферы. Сие, то есть то, что мы видим в свете солнца или в свете знаний. Допустим, у англичан есть такая штука, как «зе». Они все говорят там «зе тейбл», «зе пэн» и так дальше. «Зе» происходит от древнеарийского «се», то есть «это», «сие». В свете солнцем это есть. Вот Всевышний сияет, сяет, и в свете его сяева мы видим, что происходит. Истинно дательная, истинно утвердительная высшая сила Всевышнего. Добро, которое так или иначе связано с арэвачами. Медитативная направленность на уважение, почтение и познание того или иного объекта. Ну, шана, то есть в украинском языке очень хорошо образ до сих пор живёт. Речение духовных, не относящихся к материи, но так или иначе постигаемых знаний. Веды в естественном проявлении. «Божественная природа». И вообще «натора», «натура», если мы берём не только древнеарийский язык, а и происходящее от него, то в английском языке «натура» — это природа. Ну, «божественная природа». Имелось в виду как «божественная природа», но не звелось до идей просто природа, как деревца, кусты и зверюшки. «Надра», «недра», то есть глубины там, все или иные. Не только «недра» в плане там, где уголь, а вообще в плане всего. «Величайшее пространство». «Ан» — это бог пространства, «мога» — это что-то огромное, что-то могущественное, или сила пространства. «Алве» или «але», «аве» в разных языках, как оно разошлось, то есть как бы ясное проявление вестей, то есть духовных знаний. Все, что пронизывается светом Всевышнего, источник Всевышний, источник мироздания. Ну и снова «шана» как бы источнику мироздания и всему вышеперечисленное. И, кстати, 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 с вот этой штукой первой, которая связана с витками времени, идет и наставление, которое астрологией высчитывается. То есть нельзя нарушать те или иные порядки времени, но имеется в виду не путешествия во времени, его сейчас не умеют люди делать. Вот, не путешествия во времени имеется в виду, а просто витки времени, допустим, порядок дня, порядок годовых праздниц, порядок тех или иных жизненных действий, чтобы быть в ключе вот этих последовательностей. Даже само слово «делать вовремя» означает «в нужное время», «во время». Вот здесь это имеется в виду, что нужно изучать природу времени и делать то, что нужно в соответствии с временами дня, временами года, временами жизни и так дальше. Ну, праздники, всё. Да, да, да. И праздники, и распорядок дня, и много чего другого. Ну, если коротко, то так. То есть это нужно вводить в свою жизнь, чтобы оно присутствовало? Я заставлять не собираюсь. Не-не, я понял. Ну, астрология вот предписана. Кому-то предписано там почаще контактировать с водой. Вот предыдущий человек, которому я высчитывал, ему написано «почаще нужно контактировать с водой». Бога виднее, как бы. А здесь, получается, нужно соблюдать и чтить, и чтить, получается, лично вот в своём мире, периодичность, временные циклы, праздников, все связанных с родовыми праздниками. Ну, да, да. Самое последнее, что здесь… Собственно, я и в себе это чувствую. Самое последнее, что здесь идёт, это то, что называется Накшатра. То есть определённые порядки символов. Вот это, да? Да. И я здесь… Там не было уточнено, какие именно Накшатры выбрать. То есть, как бы, любые теоретические… Накшатра — это символика? Нет, Накшатра — это определённый божественный порядок. И в санскрите, в индуизме Накшатра означает созвездие. В ведическом же языке Накшатра обозначает вот именно порядок тех или иных символов или проявлений Всевышнего. Здесь я предоставляю первое. Это развернутая версия руны Кси, которую реконструировали на основании древних прототипов. Руна Рахманской традиции дальше. И тамга, которую я разработал для того, чтобы те, кто, соответственно, изучают то, что я даю, ну, через меня и через моего учителя, и через его предшественников присоединялись и получали благодать Всевышнего и направлялись. Это так… Как правильно называется? Вот это развернутая версия руны Кси, руна духовного развития. Это руна Рахманской традиции. Это читается как Кси, это читается как Ратра. Вот верхняя вот эта звёздочка Р, крест мечеобразный А, стрелочка вверх Т, опять звёздочка Р, опять крест А, Ратра. Дальше молния С, А, здесь буквица Гай, буквица А, буквица С, снова стрелка вверх, опять руна Т, и опять мечеобразный крест А. То есть, Рахманская традиция Саагаста. Ну, руна, которая используется Рахманской традицией, обозначает идею Рахманской традиции и, в общем-то, помогает настроиться на нужную волну. Я не настаиваю, можно выбрать любой из других подобных объектов и на него медитировать. Но вот я просто предоставил те, что как бы есть. Ну, которые соответствуют, да, связаны с моими датами. Они не связаны. Астрологии просто предписано, что можно, вернее, нужно медитировать на один из таких знаков, на таких знаков моря. А как на них медитировать? Расскажите. Ну, как сосредотачиваться? Медитация означает... То есть, смотреть визуально, да, и этот образ переводить в свой внутренний взгляд. Медитация означает сосредоточение. Ну, допустим, вот здесь конкретно можно постигать проявление Всевышнего. То есть, вот в начале Всевышний, Он своей истиной утверждает... Всевышний, истина, твердо, опять знак Всевышнего. То есть, Всевышний как бы своей истинной силой утверждает или свои знания, или путь к себе, или своё дальнейшее проявление, или что-то, что с ним связано, или как-то, или что-то в таком духе. Дальше. Нисходит Божественная Сила для того, чтобы передать жизнедающие энергии. Снова нисходит для того, чтобы утвердить арэвачей в контексте пути вверх духовного развития. Вот центральная вот эта ось. Висекурд. Вот здесь вообще в Руникси вообще всё намного интереснее. Здесь три единства, двуединства, четыре единства. Здесь знаки Всевышнего, проявления Всевышнего, Белобоги, Чернобог и много другой важной символики. Заключено. Тамга, которая, соответственно, будет благословлять каждого из тех, кто у меня учится и следует ведической традиции, она, естественно, как бы через меня, через моего учителя тоже передаёт определённые энергии при медитации на неё. Она состоит из разных особенностей, в принципе, героидических элементов династии Рюриковичей. Ну и плюс некоторые элементы, указывающие на некоторые другие знания. Но можно выбрать любой подобный элемент. Можно как-то его перенести на одежду или на браслет, да, чтобы было столько из-за того, чтобы было столько из-за того, что угодно. Здесь уже только ограничивается фантазией и благочестивостью человека. Конечно, на унитазе это, если человек хочет в пекло поскорее, ну тогда можно. Ну а так, как бы... Ну я вижу у вас на руках, вот, ну если в другой одежде есть какие-то символы. Ну и на руках я иногда использую, и на телефоне на заставке, и на компьютере на заставке. Я много где-то использую, но здесь ещё важно, есть недалеко здесь одна живёт, которая теоретически считает себя тоже последовательницей, как бы, ведической традиции. Она в своё время у меня попросила так, чтобы у неё были изображения всех богов, изображения Всевышнего в основных проявлениях, изображения Рады, знаки богов, там, символы, которые она тоже носит, всякое такое. Но как получается? Она вот думает, что она вот себе там всего этого накидала дома, и вот это само собой существует, и ей от этого будет счастье. Ну как бы тогда, как бы... Это хорошо, то есть, если бы она черепов себе накидала домой, это было бы хуже. Ведическая символика, она передаёт ведическое знание, поэтому даже исходя из идеи, что если вдруг её квартира сохранится, и археологи её откопают, то если среди них кто-то будет разумный, то изучая изображение богов, возможно, у того археолога мозги в нужном направлении переклиняться. Но вот для её развития было бы лучше конкретно медитировать на, допустим, один образ Всевышнего, но конкретно медитировать. Не поставить такую вот полку, где там их куча, и где она даже иногда забывает, кто из них кто.